В городе Стокгольме, на самой обыкновенной улице, в самом обыкновенном доме, живет самая обыкновенная шведская семья по фамилии Свантосен. Семья эта состоит из самого обыкновенного папы, самой обыкновенной мамы и трех самых обыкновенных ребят – Боссе, Бетон и Малыша. «Я вовсе не самый обыкновенный малыш», – говорит малыш, – но это, конечно, неправда. Здравствуйте! В эфире интеллектуальная программа «Игра в бисер». Я прочитал строки, которые знакомы многим с детства, с раннего детства. Это строки из повести Астрид Лингрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Ну, мы будем обсуждать эту книгу в следующем составе. Ксения Коваленко – переводчик, главный редактор издательства «Белая ворона». Мария Скударнова – филолог. Юрий Чапаренко – писатель, ученый. И Владимир Березин – писатель. Ну, несколько поколений выросло на этой книге. К сожалению, мое детство не совпало, значит, с появлением книжки о Карлсоне, которая живет на крыше. Но я уже читал во взрослом состоянии. Ну, я в двух словах напомню о сюжете. Ребенок, малыш живет в благополучной шведской семье в городе Стокгольме. И вдруг в его жизнь входит человек с пропеллером, Карлсон, который живет на крыше, который становится его другом. Причем он такой не классический герой, а герой, скорее, такой непредсказуемый, эгоистичный очень, очень смешной, любит забавы, любит проказничать. Вот. Автор этих книг Астрид Линдгрен, ее девичья фамилия Анна Эмилия Эриксон, она писала еще в 40-е годы, но стала известна вот в начале 50-х годов в своей стране, за границей, когда появились, значит, ее книжки «Пеппи, длинный чулок», и, наконец, когда появилась ее трилогия «Малыши Карлсон». Она прожила большую жизнь, 94 года, и умерла в 2002-м. Ну вот почему такая популярность этой книги? Во-первых, что такая детская литература? Детская литература ведь возникла сравнительно недавно, ну, полтора века какие-нибудь. В этом смысле в чем новаторство Астрид Линдгрен? Что отличает ее книги, скажем, от типовых произведений, типовых в кавычках для детей, вот за предшествующие, скажем, полтора века, если брать всех больших, крупных детских писателей? Ну, главное отличие Астрид Линдгрен в том, что она... В ее книгах нету нравоучительного пафоса, то есть главная революция, которую она совершила, детская литература перестала быть поучительной, и там не стало дидактики, собственно. Ну, я не совсем согласен. Она поучительна, но несколько в другом, не в столь прямолинейном. Ведь это история про Карлсона, здесь появляется герой-манипулятор. Манипулятор. Это вообще что-то удивительное. Герой-манипулятор. И мальчик-малыш, это, мне кажется, еще новоационность состоит в том, что писательница ему дала вот это экзистенциальное какое-то желание заполнить свое одиночество. Постоянно. Ему нужна игра. Ему нужна игра. Почему появился Карлсон? Потому что ему нужно все время играть. И вот Карлсон реализует ему вот эту возможность играть, но при этом оказывается манипулятором. И это для детской литературы совершенно поразительно. Здесь сложный герой, который однозначно интерпретировать невозможно. А помните, что говорит Карлсон, самая страшная его угроза, когда он говорит, я не буду играть. Я так не играю. Все, он удаляется. Да, да, да. Ну, опять же, говоря о популярности, вы начали с того, что почему он так популярен. Не стоит забывать, что он популярен у нас. У нас, конечно. У себя на родине, в Швеции, вообще, в принципе, в Западной Европе. Он не то, что не популярен, он скорее антигерой. Например, там, сувениров с Карлсоном. В Швеции его не любят. В Швеции, значит, он такой у них злобный, хомоватый. Была программа в Швеции, большая, 30-минутная, о Лингрен. И там Карлсону было уделено 30 секунд из этой программы. Мы-то имеем дело не, собственно, с шведским Карлсоном. Мы имеем дело со сплавом таким удивительным. Во-первых, существует, собственно, ну, как бы представление наше об Астрот Лингрен, как и о писательнице, которую любят. В общем, там читают много, много других романов. Над ним существует, значит, перевод Лунгиной. Ну, и, собственно, образ Лунгиной, как переводчица, такой, значит, достаточно привлекательный. После этого существует образ Карлсона из мультфильма, который уже совсем далеко уехал от шведского образца. И вот эта психологическая идея, что это воображаемый друг маленького мальчика, которого нет на самом деле, и он не может быть увиден взрослыми, это все, как бы, оказывается по боку. Наш Карлсон, это такой боевой, толстый, упитанный человек, который, значит, ну, симпатичный такой. Это человек-праздник. А у нас праздников не хватает. Да, и тут же еще важна юргистическая составляющая. Язык. То, что переводчица Лунгина схватила и воплотила это на русском языке. Ведь, смотрите, у него ничего-ничего, он говорит. По-русски это звучит пустяки, дело житейское. Вообще перевод – волшебное дело. Вот Маршак, который всю жизнь переводил, он говорил, что перевод невозможен, особенно стиха. В каждом случае это исключение, говорил Маршак. Вот. Ой, не стой на виду, я не то переведу, как сказал Липкин. Русская советская переводческая школа, блистательная, конечно. Я вот в свое время дружил с Ритой Райт, с живой представительницей этой школы. И Лунгина тоже в этом ключе. Вот я сравнивал два перевода. Ну вот смотрите, как стихи переводят Лунгина. Божья коровка, полети на небо, принеси нам хлеба, сушек-плюшек, сладеньких ватрушек. И новый перевод. Новый перевод вот. Корова на крыльях блестящих к нам в кухню спустилась с небес. Ей булочек хочется тоже, она их с охотой съест. Но ничего более антипоэтического, антидетского, в смысле языка, придумать нельзя. Классическим, тем, к которому мы привыкли, считается перевод Лунгина. После нее, уже спустя достаточно много времени, вышел перевод Людмилы Брауды, которая хотела сделать перевод ближе к тексту. И у нее действительно он ближе к тексту. Можно сравнить два перевода. И даже на материале сравнения этих двух переводов посмотреть, насколько по-разному преподносится сам образ Карлсона. Того же. Это вот такая вот нить, это нить повествования, это система образов, это череда выборов, которые переводчик совершает, переводя ту или иную фразу. Но в результате впечатление меняется. То есть, есть, например, там место, где у Лунгиной оригинальная фраза переведена как «гадкий мальчишка» или что-то в этом духе, а у Брауды тварь. И вот эта вот тварь очень... Ну, врува. Очень грубо. Да, вот как раз. Оно, тем не менее, немного ближе к оригиналу, чем у Лунгиной. И у Лунгиной это постоянно, она несколько смягчает. Более деликатно. Она несколько смягчает. Ну, знаете, я вам скажу такую вещь. Ну, говорят, что перевод, значит, он как женщина. Он либо верен, либо красив. И зависит еще от интонации. Потому что в мультфильме блестящие голоса, значит, актеров первого ряда. Ну, да. И вот эти «мадам, давайте знакомиться», да, вот эта интонация. И голос, и голос... Ливанова. Ливанова, да, да, да. Мне кажется, здесь какое-то одушевление, одухотворение, если громко так говорить, происходит. Русская переводческая школа, она это осваивает и переводит в русскую культуру. И Карлсон уже становится таким нашим персонажем. Вообще-то удивительно, что даже в Швеции известно, что именно в России Карлсон необыкновенно популярен. И популярен, как нигде. Я думаю, это все-таки не только мультфильм и не только перевод. Мне кажется, само вот его такое обаятельное хамство, это что-то настолько нам близкое, что оно есть, оно есть в оригинале. Это такое вот санкционированное хулиганство. То есть, если об этом говорится в книге, значит, в общем-то, это можно... Шалить можно. И это игра и продолжение игры. Мне кажется, ни один ребенок не ищет себе какую-то норму поведения в этой книге. А это, наоборот, для меня это было приглашением к игре и к разрыву шаблона. У меня это очень обостряло чувство справедливости. Я очень негодовала по поводу происходящего. То есть, на чьей стороне вы были? Я была на стороне справедливости. Малыша. Ну, условно, малыша. Его обижают. Мне это не нравилось, но я это читала, потому что я все читала, и мне... Но это был мой наименее любимый из персонажей Астрид Лингрен. Я помню свое впечатление, когда я впервые читал Карлсона, и я находился под обаянием, была мода, и все. А сейчас я перечитываю и вижу, чем дальше, тем больше грубости. Вот в этой трилогии я вижу, что по мере продвижения становится отношение между персонажами. Ну, во-первых, возникают чужие люди, которые уже не семейные, а входят в новые персонажи, и между ними уже настолько грубые отношения, что даже ребенку... Я знаю друзей, которые говорят, мы не хотим читать Карлсона ребенку, потому что это грубятина, это неделикатно. Ну, он вообще, если так брать формально, он озорник, врун, бахвал, жадина, что там еще. И какой-то первый положительный герой в детской литературе, наделенный всеми отрицательными чертами. Он все время говорит, что он самый лучший в мире тот-то, 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 самый лучший в мире друг, самый лучший в мире, там, не знаю, изобретатель, там, паровых машинок. Вот, давайте к тексту. Ты ведь догадываешься, кто лучший в мире мастер скоростной уборки комнат. Наверное, ты робко сказал малыш. Наверное, возмутился Карлсон. Ты еще говоришь, наверное. Как ты можешь сомневаться? Карлсон, который живет на крыше, лучший в мире мастер скоростной уборки комнат. Это всем известно. Малыш не сомневался, что Карлсон во всем лучшем в мире. И уж наверняка он самый лучший в мире товарищ по играм. В этом малыш убедился на собственном опыте. Ну и так далее. То есть, вот это чисто детская черта. Я самый лучший в мире, у меня лучше всего получается. Я бы это назвал Стокгольмским синдромом. Потому что он манипулятор, который, по сути, терроризирует малыша. Вот этим постоянно его, постоянно обманывает его ожидания, обводит вокруг, значит, пальца и все время спекулирует тем, что я не буду с тобой играть. Вот это желанием игры, которая есть у малыша. И малыш настолько к нему привязывается, что там уже и собака появилась. Это нет. Вот я жду Карлсона. Да, он манипулятор, но его, тем не менее, нельзя назвать однозначно отрицательным героем. Конечно. Он очень хорошо вписывается в концепцию персонажа Трикстера. Он хаотичен. Он делает и добрые дела, и не очень. Он там наказывает мошенников, жуликов. С одной стороны, он манипулирует малышом, с другой стороны. И мне кажется, это что-то общечеловеческое. Почему, не знаю, в скандинавской мифологии Локи, образ Локи так популярен, тоже Трикстера, такое вот хаотичное существо, которое захотело так, захотело вот так. Но он эгоист вообще. А ребенок по природе эгоист. Ребенок эгоист. Вообще-то. Если его не воспитывать. А вот такой простой вопрос. Почему он живет на крыше? И вообще, почему у него пропеллер? А где спрятаться еще в городе? Где? Да, за трубой там. Да. То есть, в канализации как-то неловко. Я не помню других героев детского литерства, которые живут на крыше. У него есть предшественники. Например, Мэри Поппинс, Питер Пен, которые тоже летали. Они не жили на крыше, но они являлись... Ну, что интересно, они летали сами по себе. А он летает при помощи технических устройств. Это инновация. Да, причем я видел, например, как спорят до хрипоты люди, как может летать Карлсон, потому что у него нет стабилизирующего винта. А, вот так. И вообще, и где он? У него винт на штанах все-таки, потому что кнопка на штанах. Или же все-таки он как-то из организма, поскольку он на варенье работает. То есть, сама идея Карлсона ужасно продуктивная. То есть, вот эти порождения смыслов, образы, которые там толкутся, от самого главного, собственно, Карлсона, до вот этих, мелких персонажей второго плана. Ну, у Маяковского была поэма «Летающий пролетарий». Он еще в свое время тоже. Да, на летающие люди и во времена Леонарда Та Винчи были, так что все это очень условно. Ну, вот как ни странно, мне кажется, что все-таки... Мечта. Все-таки Карлсон, как персонаж, я сейчас такую рисковую фразу скажу, он тяготеет не к фантастической составляющей, а к Александру Грину, к летающему человеку Александру Грину в блистающем мире. Потому что Грина послали как-то на воздухоплавательную неделю, когда он смотрел там за самолетами, ему не понравилось. И он был очень угрюм, и потом сказал своим коллегам, я хотел бы, чтобы человек летал так просто, вот без приспособления. Знаете, посмотрите на семью. Это столичная семья, которой только малыш родился в столице. Это семья столичная в первом поколении. А все они родились где-то там в других местах. И получается, это в связи с демографическими процессами в Швеции, и похожие процессы идут у нас. То есть получается, что его одиночество определяется вот этой... У нас мальчик идет во двор, в деревне и что. И находит себе легко друзей. А здесь история такая, что он оказывается замкнут в четырех стенах, и к нему только приходят друзья. То есть совершенно другая городская история. И эта история абсолютно родственна тому, что происходит у нас, происходит в других странах Европы. То есть в этом отношении идет, мне кажется, вот такое родство и понимание. А с другой стороны, ведь совершенно как бы не русская, не советская семья. Семья буржуазная, где папа работает один, кормит всю семью. Мама домашняя хозяйка. Такая благополучная семья. У ребенка своя комната. Да, плюс паровик, который вообще... Это большая-большая редкость. Вот. Они такие все добропорядочные. На самом деле существует точка зрения, согласно которой Карлсон, это в некотором смысле социальная сатира, критика вот этой вот типичной шведской семьи. И Карлсон, согласно этой точке зрения, выступает как некая квинтэссенция вот этого представителя буржуазного класса, с его тягой к наживе, стяжательству, эгоизму в крайней степени. Вы скажете, тоже первые монетки... Получается, тогда получится скромное обаяние оборужение такое. А если говорить о России, ну вот у нас же такие же герои, скажем, Иван Дурак, далеко не положительный герой, скажем, у которого все получается. А вот нет ли здесь традиции, скажем, плотовского романа? Возьмите, ну, Ильфа и Петрова, если брать недавнюю историю. Это плотовской роман «12 улев». Я не знаю, читала ли она, Линкерн, читала ли она Достоевского, но тут есть одна сцена, когда он говорит, что у меня сегодня день рождения, назначай я день рождения всех. В Силе Степанчикове и его обитатели, там Фома Фомич, значит, он ревнует к Илюшечке, к ребенку, говорит, у меня сегодня тоже день рождения, тоже дарите мне подарки. Хорошо. Ну, она же говорила, автор, что в нем что-то есть русское, по-моему, такая у него была цитата. Людмила Юрьевна Брауда в своей книге «Не хочу писать для взрослых», об этом говорит. Уже после того, как Астрид Лингрен побывала в Советском Союзе и уже стала переписываться с Брауда, и вот она по словам Брауда такое сказала. Хотя сама Астрид Лингрен, я слышала, когда она приезжала сюда, и журналисты восторженно говорили о том, как она здесь популярна, и как ее здесь любит, ее Карлсон, она сказала, что вы бы хоть раз заплатили за авторское право. А, мы еще будем... Да. Ну, малышу семь. Хорошо. А сколько лет нашему другу Карлсона? Вот смотрите. Сколько мне лет, переспросил Карлсон, я мужчина в самом расцвете сил. Больше я тебе ничего не могу сказать. Ну, малыш вас спрашивает, а в каком возрасте бывает расцвет сил? В любом, ответил Карлсон с довольной улыбкой. В любом, во всяком случае, когда речь идет обо мне. Я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Вот ключевая великая фраза, которая вошла не только в литературное сознание, но и в национальное, потому что это стало уже как бы таким мемом. При этом, когда малыш говорит, что он уезжает на лето к бабушке, Карлсон ему в тот же момент говорит, что у него есть бабушка всем бабушкам бабушка и в подметке бабушке малыша не годится. Там говорится в танце, он дает интервью в газете, где сказано, что его мамочка мумия, а папа белок с моем. Этот персонаж не имеет возраста и тем самым он оказывается мостиком, который соединяет взрослых и детей. Вот. И его принимают за ребенка. Вот Фрэкенбок, его принимают за ребенка. Мама его отшлепала в какой-то момент. То есть к нему относятся, он принадлежит миру детства. Вот так можно сказать. А кому нужен покой, удивился Карлсон, вытирая свои испачканные в земле руки о пижаму малыша. Надо, чтобы было весело и забавно, а то я не играю. Нет комплекса ответственности и всех прочих вещей, соответствующих взрослению. Вот он лишен вот этого. Там создан целый такой пантеон персонажей. Смотри, там есть, собственно, Карлсон с малышом, вот эта вечная пара. Есть родственники, причем каждый из них отражает очень важных. Вот старший брат, да, и как вот смотрит младший брат на старший. есть чудесная совершенно мама, да, которая в мультфильме говорит, уж, по крайней мере, от жены, от вдовы старшего брата я тебя избрал. Потом есть папа, который такой невозмутимый. Но самое интересное, там же есть еще, кроме школьных друзей, там есть, значит, во-первых, Юлиус и Фрэкенбок, и существует еще чудесная парочка филирули таких. Причем они действительно как бобчинские-добчинские, они практически неразличимые такие филирули. Ну да, и имена специально такие рефлексы. Да, и получается так, что в этом сказочном шведском лесу, значит, все эти персонажи, они порождают огромное количество сюжетов. Карлсон, мне кажется, это некое такое открытие Астрид Лингрен по поводу, ну, сейчас это проецируется как массовик-затейник, но это такой или, значит, нянь, или как вот этот персонаж, который занимается с ребенком, да, но он берет гонорар за это, пирожками, грубо говоря, крышует. Он на крыше именно этого дома живет, он присматривает за этой семьей, вот здесь соотношение взрослого и детского, вот здесь обыгрывается очень важно. И вот сейчас, ну, что видит ребенок? Он едет на отдых, он видит там массовика-затейника, видит взрослого человека, который с ним играет в игры, ну, как бы гонорар получается там оплачивает родителей через гостиницу, да, или как это называется. И вот эти аниматоры, это аниматор определенного рода, Ну, это современная оптика уже вам позволяет рекоментировать. Мне кажется, не стоит еще забывать о том, что Карлсон необыкновенно одинок, и об этом много раз упоминается в книгах, об его одиночестве, есть такая сцена, где он показывает вот эту свою картину, очень одинокий петух, это просто можно заплакать. И его бабушка, все вот эти вот его беспомощные выдумки о том, что бабушка чемпион по обниманиям. И здесь же опять тема сиротства у Астрид Лингрен, там, начиная с Мио, которого усыновили, и заканчивая Расмусом, Пеппи, то есть дети, у которых нет родителей. То есть, фактически, мы понимаем, что это вот мамочка-мумия, и папочка-пилот, что это чистой воды выдумка, и за всем, за этим какое-то ужасное одиночество. И здесь как бы встретились два одиночества, получается. Но одиночество малыша не столь, так сказать, оно более экзистенциальное, ему не с кем играть, да? В самом начале об этом сказано, похоже, так всю жизнь не проживешь, без собаки, с горечью сказал малыш, когда все обернулись против него. Вот у тебя, мама, есть папа, и Басе с Бетан тоже всегда вместе, а у меня, у меня никого нет. Дорогой малыш, ведь у тебя все мы, сказала мама, не знаю. С еще большей горечью произнес малыш, потому что ему вдруг показалось, что у него действительно никого и ничего нет на свете. Я сейчас вспоминаю свое счастливое детство. У нас во дворе был подвал, и я, учаясь в первом классе, уже все-таки мальчику было 7-8 лет, я уверял на полном серьезе своих школьных товарищей, что в том подвале у меня есть команда армейская, там есть военная, и я команду это значит там взвод или батальон, я уже не помню. Я команду, у меня это есть, это меня как бы поднимало в собственных глазах и должно было поднимать в глазах окружающих. Воображение. Я думаю, что у малыша вот тоже это опора его некая внешняя. А почему не сбываются предсказания некоторых, скажем, педагогов, что вот образ Харлсона значит, как-то отрицентно повлияет на детей, они станут такими монстрами, расхристанными, такими... Будут лазить по крышам, будут лазить по крышам, ведь это ничего же не сбывало, лгунами, обжорами, ничего этого не сбылось. Видимо, ребенок получает какой-то заряд воспитательный здесь, отталкиваясь от противного, наверное. Все-таки ребенок себя отождествляет не с Карлсоном, а с малышом. Редкий ребенок себя может отождествить и с Карлсоном. А причины любви малыша к Карлсону, ведь он его все время третирует, обманывает. Значит, он газету читает, где интервью дает Карлсон, малыш читает газету. Он очень привязан к своему младшему брату, прочел малыш и вопрошающий поглядел на Карлсона. Эти слова тоже правда. Карлсон перестал летать и задумался. Да вообще-то да, сказал он неохотно. Удивительно, что можно привязаться к такому глупому мальчишке, как ты. Это только по моей доброте, потому что я самый добрый и самый милый в мире. Ну, читай дальше. Но малыш не мог читать, пока не проглотил комок в горле. Значит, правда, что Карлсон привязан к нему, а на все остальное тогда наплевать. То есть дружба как высшая ценность, и он этой дружбой дрожит, хотя вот такой друг-то не очень надежный, казалось бы, не преданный друг, а такой эгоист, в общем, да, обманщик. Ну да, такая спекулянция дружбой получается, привязанная. Он привязан. Он привязан. Но и Карлсон привязан к малышу. Вот что интересно. Не только потому, что он его вареньем там кормит и плюшками, значит, что-то его тоже... Потому что Карлсон это чудо. Да. Потому что среди размеренной жизни, ну, какую я могу себе представить, в 50-е годы в Швеции, да, потому что, как бы, понятно, что у нас в 50-е годы много чего разного творилось. А, значит, в размеренной жизни очень хочется чуда. и чем она размилена, тем чудо больше. Ну, вот, во-первых, это человек летающий, что само по себе чудо. Во-вторых, это человек невидимый, это тайна. То есть, уже два необычных, необычных вещей. И, наконец, это приключение такое. И я, кстати, тоже был, не то, что в раздражении, я был в бешенстве, когда, значит, Карлсон воворачивает люстру, ломает паровую машину. Паровую машину взрывает. Вот. Потом, когда, значит, он ворует колбасу, там, еще про плюшки, я уж не говорю. А на самом деле, как ни странно, мемом еще стало, вот, одним из первых текстов, мемов, которые работали на исковерканном русском языке, были не интернет-мемы. Когда, вы помните, начали писать цены, в конце, там, объясняться. А это был «в мире сказок тоже любят булочки». Гном. Вот эта вот фраза, значит, она уже встала мимо, там, в моем поколении. Именно вот в этом виде. А вот интересно, Лингрен, она не избежала новаций, скажем, научных 20-го века. Фрейд, там, присутствует, ну, я, чтобы не быть голословным, прочту вот этот отрывок. Конечно, больше всего он хотел бы жениться на маме, но ведь это невозможно. Вдруг у малыша пришла в голову мысль, которая его встревожила. «Послушай, мама», сказал он, «а когда Бассе вырастет большой и умрет, мне нужно будет жениться на его жене?» Мама подвинула к себе чашку и с удивлением взглянула на малыша. «Почему ты так думаешь?» спросила она, сдерживая смех. Значит, ну, малыш объясняет, «Ведь когда Бассе вырос, я получил его старый велосипед и его старые лыжи и коньки, на которых он катался, когда был таким, как я. Я донашиваю его старые пижамы, его ботинки и все остальное. Ну, от его старой жены я тебя избавлю, это тебе обещаю», сказала мама, серьезно. «А нельзя ли мне будет жениться на тебе?» спросил малыш. «Пожалуй, это невозможно», ответила мама, «ведь я уже замужем за папой». «Да, это было так». «Какое неудачное совпадение, что и я, и папа любим тебя недовольно», произнес малыш. Ну, такой легкий пересказ известной книги Фрейда, «Тут Эдипов комплекс» и все такое. Она как бы иллюстрирует, что она не чужда этим новациям. Вы думаете, она действительно иллюстрирует Фрейда? По-моему, это классическая беседа в детской комнате. Детская, да. Мои дети мне тоже такое заявляли, хотя они Фрейда не читали. Значит, Фрейда уловила реальную... Возможно, это просто история из жизни. Из жизни. Но в частом году Фрейд уже был. Астрейд Лингрен, она много в своей книге включала реальных эпизодов и подслушанных разговоров. Это все-таки автобиографичный роман про Карлсона, потому что квартира списана с ее квартиры на Вулканус Гаттен-12, но при этом внутреннее убранство квартиры, оно... Там пять комнат, на Вулканус Гаттен было две комнаты, а там пять, как на ее другой квартире Надала Гаттен-46, которая сейчас квартира-музей. То есть все-таки это тоже автобиографично. Квартира малыша, она абсолютно списана с ее собственными. Да. Хорошо. Я книжку прочел уже в более чем зрелом возрасте, и когда я начал читать, мне казалось, что он в яве не явится, скажем так. Он, Кэрлсон, как плод воображения и останется до конца плодом воображения. Думал, что так она и проведет до конца, что они будут являться, когда взрослые, он будет исчезать. Он только в его воображение. Нет, она ввела его как реального персонажа, что удивительно для писательницы такого уровня вообще. Вот какие здесь мотивы? Я хотела сказать, что четыре года назад вышел такой фанфик в Екатеринбургском издательстве небольшом, якобы написанной шведской писательницей Мартой Шарлай, которая была бойфрендом Сванта Свантосона, то есть малыша уже такого выросшего. И там рассказывается об его взрослой жизни, и говорится о том, что это на самом деле душевно больной человек, и все вокруг просто поддерживали эту его фантазию. Ну, здесь, вы знаете, вот в первой части, в конце первой части мама увидела и оставила это как в тайне. В тайне, да. Пусть это будет тайна. Они все увидели, договорились, что они про это никому не будут говорить. Но потом, оказывается, чем дальше по мере продвижения трилогии, это становится все более и более известной, как бы тайной, и потом на этом уже начинается спекуляция. Сам Карлс начинает спекулировать и продавать, так сказать, эту тайну, так сказать, средства массовой информации. Для родителей вообще это явление полумистического. Откуда взялся? А для Фрюкинбок она совершенно нормально воспринимает, как мальчик с моторчиком, но сейчас не то еще бывает, на луну полетит. То есть она воспринимает, как реального персонажа, без неудивляется, с ее прагматическим умом, таким, разные отношения, понимаете? И потом, когда он приходит в газету и, значит, как это сдается, говорит, что это он есть, там тоже не удивляются, там выплачивают ему 10 тысяч крон, которые обещали за поимку, значит, спутник шпиона. Никто не удивляет, значит, так и есть нормально, хотя вот это смещение фантастики и реальной жизни, вот это поразительно. Причем это все в Швеции возникает, в стране, которая 150 лет не воевала, а была нейтральной, которой миновали все беды Европы, скажем так. И меня очень удивила, значит, эта фраза, мама держала, значит, там всякие вещи, а в другом ящике хранила красивые драгоценные кольца и брошки, которые ей подарила бабушка и папины золотые медали, полученные им в награду за меткую стрельбу. Я думаю, господи, где же он так метко стрелял? Швеция не воевала, значит, где-то только в тире он мог поручить эти медали, не боевые медали. Вот. То есть, такое противопоставление вот этого скучного исторического существования такому, ну, озорное это тоже вмешательство таких внесения хаоса в порядок. Потому что он же вносит хаос, Карлсон, в этот упорядоченный быт. Мне кажется, что это роман городской, урбанистический роман. Там есть такие лирические сцены. Я вот сейчас нашел. Этот вечер был прямо создан для прогулок по крышам. Из раскрытых окон доносились самые разные звуки и шумы. Тихий разговор каких-то людей, детский смех и детский плач, звяканье посуды, которую кто-то мыл на кухне, лая собаки, бренчание на пианино. Где-то загрохотал мотоцикл, а когда он промчался и шум затих, донесся цокот копыт и тарахтение телеги. Если бы люди знали, как приятно ходить по крышам, они давно бы перестали ходить по улицам, сказал малыш. Как здесь хорошо. Такая вот лирическая сцена. Город. Абсолютно. Город. Это, кстати, замечательно написано. Чуть ли не единственное место, которое абсолютно трогает. Надо сказать, что это одна из немногих книг Астрид Лингрен, действие которой в городе разворачивается. Потому что обычно у нее тоска по Виммербюгу. А вот есть такая концепция, она в литературе присутствует, что успех этой книги в России связан с оттепелью. Что как бы некая степень свобода появилась. Что надоели положительные герои. Когда Евтушенко пишет «Я разный, натруженный, праздный, я цель и нецелесообразный, я весь несовместимый, неудобный, застенчивый и наглый, злой и добрый». То есть явился вдруг такой неожиданный герой, где отсутствие цельности как важная положительная черта. Здесь можно говорить о том, что как раз Карлсон является таким мостиком между миром взрослых и детей. И нет пропасти. В каждом взрослом есть часть детскости, в ребенке часть взрослости. У Евтушенко есть такие стихи. А быть всегда чуть-чуть ребенком есть высшая на свете взрослость. И прошу прощения, проектирую одно свое стихотворение, где было сказано о ребенке. Он не жалок и он невелик. Он не вырос еще из пеленок. Обобщи человеческий лик и уверься, что это ребенок. А может просто он как бы или сотворение самого детства. Со всеми его плюсами, минусами. Эту фразу произносит Спартак Мишуль в роли Карлосона. Но мне кажется, что попытки объяснить Карлосона, они начиная с появления первой книги не кончаются. И при этом объяснить его совершенно невозможно. Существует миллион трактовок. Одна из них в частности была в фильме советском, где как раз в конце Спартак Мишулин заявляет, что потому что я и есть детство. Но я все-таки не согласна. Некоторые вообще считают, что это книга для взрослых. С другой стороны, смотрите, какие герои появились, если брать родословные, ну, скажем, Хармс. Его герои детские совершенно не... Ну, Хармс ближе всех, пожалуй. Хармс, да, если брать. Потому что все остальное. А мы-то воспитывались, ну, скажем, там, маленький принц или, скажем, Холден Колфилд Селенджеровский. Вот новые герои, которые пришли. И мне кажется, что Карлсон в этом ряду, как-то он вписывается в этот ряд. Для какого возраста предназначены эти книжки? Например, что мы их читаем? А вообще, диапазон с какого года по какой? В каком возрасте надо читать детям Линкорн? Мне кажется, вот именно эта книга где-то от 80 лет примерно. Потому что вот эта тяга 8 или 10, да? Я читаю за последние полгода ее в четвертый раз. И я читаю ее детям 5 и 7 лет. Ну, мне кажется, вот вы правы в том отношении, что можно с 3-4 лет уже читать? Я думаю, конечно. Уже читать. Уже ребенок воспринимает это. Ну, здесь еще такой многоуровневый месседж. Здесь есть послание и для ребенка 3 лет, и для ребенка 8 лет, и для человека 45. 4 лет. Конечно. Ну, у меня вот как всегда общий вопрос, такой обращенный ко всем, к себе. А вот почему Карлсон, существо, скажем, сказочное, не наделен никакими магическими функциями? Ну, скажем, как конек-горбунок или Гарри Поттер или, скажем, Дед Мороз. Ну, вот мифические фигуры. Вот. Это первый вопрос. Второй вопрос. Может ли когда-нибудь он повзрослеть? Или малыш его обгонит в своем взрослении? А он такой домовой, ведь, живущий на крыше. То есть, действительно, это такая история нового времени. История времени технического прогресса и там, всех этих усовершенствий. Но при этом совершенно фантастически и сказочно. Я думаю, что повзрослеть он не может, потому что это Питер Пен такой. Замерзшее время. Да. И Питер Пен не возрослеет. А Карлсон, он вот именно такой, он оттуда. Просто у него вместо, значит, всей Питер Пеновской атрибутики есть моторчик. Возможно, он создает реальность вокруг себя. Поначалу его никто не видит, кроме малыша, потом видит его семья малыша, потом это уже доходит до всего города. Он как бы развертывается. Вот это свое существование, он его разворачивает. Мне кажется, что он живет на крыше именно этого дома. И главная его функция, это, называя научным языком, урбанизации. Он привносит компенсацию в тот мир, которому не хватает этим людям. Он компенсирует за счет вот всех свойств там и домового, и трикстера, и, значит, все прочее. То есть, он дополняет эту реальность, в которой замкнута эта обыкновенная семья какими-то чертами, которые позволяют им с этим, так сказать, смириться и жить более-менее полнокровно. То есть, без него жизнь была бы не полна у того же малыша. Хорошо, Ксения. Мне кажется, возвращаясь к вопросу о том, почему в книжке нет волшебства, все-таки по законам жанра его там быть не должно, потому что здесь описывается только то, что теоретически хотя бы может происходить в реальной жизни. То есть, кто сказал, что ты не можешь сделать пропеллер и летать. Третья часть. Это технический вопрос техники, а все остальное вполне себе допустимо. Собственно, третья часть начинается с главы, которая заглавлена «Каждый имеет право быть Карлсом». Да, да. Вот мне тоже кажется, что весь интерес в том, что он натуральный. Что он натуральный. Он не волшебник. Он не Гарри Поттер, конечно. У него только пропеллер. Все остальное натуральное. Недаром фрикен Бог даже удивляется, что в нем нет ничего нерукотворного. Он не лишен вот этого важного, мне кажется, ни одного, ни одной из человеческих слабостей. Вот как сказал Ницше, человеческое слишком человеческое. Он слишком человеческий. Он не идеальный волшебник. Он воплощенный от детства со всеми своими плюсами, минусами. Ну, мне кажется, вот в этом его обаяние. Да. В этом. Ну, хорошо. Я прочитаю последние строки первой повести Карлсон, который живет на крыше. Тут он нажал кнопку на животе и моторчик заработал. Когда я прилечу назад, мы съедим еще больше пирогов, крикнул Карлсон. От пирогов не толстеют. Привет, малыш. Привет, Карлсон, крикнул в ответ малыш. И Карлсон улетел. Но в картинке рядом с кроваткой малыша лежал Бимбо и спал. Малыш наклонился к щенку и тихонько погладил его по голове своей маленькой обветренной рукой. Бимбо, завтра мы поедем к бабушке, сказал малыш. Доброй ночи, Бимбо, спи спокойно. И дальше продолжение следует. То есть, значит, появится вторая книга. Ну, вот мы сегодня вспомнили наше счастливое или там трудное детство. Вспомнили те книги, которые нам сопутствовали. Во всем случае, более молодым из нас сопутствовали в детстве. Конечно, это классика, потому что она вошла в сознание. Эти книги вошли в сознание не только детей, но и взрослых. И по интуитивному ощущению они будут перечитываться нашими детьми, нашими потомками. Ну, во всяком случае, я думаю, ближайшие 50 лет с интересом они будут перечитываться. Дальше не знаю. И поэтому я скажу, что, как всегда, раз это классика детской литературы, детской мировой литературы, читайте и перечитывайте классику. Ваш Игорь Волгин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok